Привет, это Mi Band 6, новый представитель одного из самых популярных семейств носимых гаджетов. Я сам являюсь пользователем данной линейки, начиная с первого бенда. И давайте разберемся, насколько он лучше всех предыдущих и стоит ли обновляться. Вот такая коробка и она не сильно отличается от предыдущего. Внутри сам браслет бережно упакован, достаем. А вот зарядка и она такая же магнитная как и в Band 5, ну да это удобно. А в этом отсеке у нас просто море бумаги, мануал на разных языках. Как видно экранчик уже не прямоугольником внутри, а закруглен и это более стильно и современно. Вот яркое отличие от всех предыдущих, у нас не только датчики замера пульса, а и насыщение крови кислородом. Я уверен, что это сыграет некую роль в еще большем количестве покупок данного гаджета в условиях пандемии короны. Но точность я хорошенько проверю. Вот наш новенький Mi Band 6, а вот для сравнения прямо на руке моя пятерка с квадратным экранчиком. А вот они рядышком. Вы можете видеть сколько царапин появилось за почти год использования пятерочки. Думаю, эта же участь ждет и шестой Band. Но я бы не парился, пленки бы не клеил, потому что это недорогой гаджет. Ну что же, следующим шагом я хочу привязать его к телефону. Для этого открываем Mi Fit, нажимаем добавить устройство и выбираем фитнес-браслет. А он взял и начал обновлять мой Mi Band 5. Ну, спасибо. Попытка номер 2 и молчок. Да, не зря таки экранчик молчал. Впервые мне попался браслет полностью разряжен из коробки. Но это не проблема и видно, что он ожил после подключения зарядки. Вот если бы с зарядом, то будет такое окошко, означающее, что он еще не подключен. Дубль 2 и пробуем уже после зарядки подключить. И да, вот экранчик ожил. И нужно нажать на галочку. Все. Законнектились и телефон просит также подтвердить новое устройство. Далее нужно подождать обновление прошивки и полной синхронизации. Вот, в принципе, и все. Смотрим лицевую часть и проверим заодно, как активируется экранчик в сравнении с пятым бэндом. Ведь помню, что четверка активировалась похуже, чем пятерка. И в этом плане пятерка была намного удобнее, чтобы смотреть время. Здесь я вижу тот же уровень и это уже хорошо. Что касается самого экрана, то он стал больше. И как видно, кнопки теперь нет. Все управляется жестами. Если пятый реагирует на кнопку, то шестой по всему экрану. И вы знаете, это и хорошо, и плохо одновременно. Потому что кнопку нажал, и ты уже на главном экране. А здесь нужно свайпать. Это, по-моему, не так удобно. В общем, дисплей больше, цифры также больше. Но рамки, как видите, есть. И довольно немалые. Но это уже получше, чем было уж точно. Зайдя в настройки Mi Fit, можно увидеть очень много тем для браслета. И применить то, что нравится. Я же оставлю стандартной. А вот очень интересная функция появилась в настройках. Если зайти в настройки вибрации, можно создать прямо рисунок вибрации. Вот я отбиваю ритм, и это все записывается. Потом уже можно сохранить его, назвав как-нибудь. И поставить вместо стандартного. И теперь даже не глядя, можно понять, что это звонок, либо другое приложение. А это удобно как-никак. Вибрация, кстати, нормальная. В пятерке немного была сильнее. Но здесь тоже чувствуется все хорошо. Зайдя в пункт лаборатория, можно настроить управление камерой через браслет. И делать фото на расстоянии. Также полезно, и это же было в пятерке. Само собой, уведомления никуда не делись. Зато увеличенный дисплей делает их чтение более удобным. Теперь сильно присматриваться не приходится. Это реально ощущается. Но вот жаль только, что многозадачности пока так и не завезли. Нет возможности свернуть приложение, а потом открыть его заново. Зато, как небольшой бонус, во время тренировок можно управлять музыкой. Что уже делает браслет более удобнее. Ведь многие во время тренировки слушают музыку через наушники. Я слушаю музыку через хорошие ТВС наушники от TronSmart. Управляю с браслета и в качестве небольшой рекламки могу вам их советовать. Потому что это TronSmart Apollo Air. Для настоящих ценителей звука не задорого. Имеют полночастотное гибридное активное шумоподавление в 35 дБ. Топовый процессор в отрасли. Поддержка кодеков QL.com, APTX. Динамики из графенового покрытия для лучшего качества звука. Более 20 часов воспроизведения музыки. По три микрофона в каждом наушнике для отличного шумоподавления и разговора. Также кроме отличного шумоподавления есть поддержка режима окружения, когда вы слышите окружающий вас мир для вашей безопасности на оживленной улице. Ну и как не сказать про фирменное приложение, где вы сможете настроить наушники и управлять режимами шумоподавления. Это все о данных наушниках и ссылка на них в описании. А мы продолжаем. Кстати, благодаря большему экрану появилось подобие скролла, как на телефоне. Правда, иногда подлагивает и герцовки маловато, но все равно это уже прогресс. Касаемо самих тренировок, то их еще добавилось. И коньки, и зумба, и так далее. Можно наслаждаться. Самый популярный и на первом месте, конечно же, бег. И вот я решил проверить. Если яркость стоит на середине, как у меня, то читаемость на солнце не очень. Хоть вживую я вижу время, но камера этого не передает. Можно, конечно, повысить яркость и встает комфортно. Опять-таки, камера хуже ловит, чем вживую. И недостаток в том, что так и не появился датчик освещенности. Да, можно включить ночной режим, когда днем ярче, а ночью подсветка встает тусклой. Пробовал, но мне это не подошло. И это не так удобно. Что ж, включаю бег и вперед. Спасибо моему Mi 10T Pro за стабилизацию в 4К, иначе вам смотреть было бы не очень. Ну а вот так на экране выглядит тренировка с бегом. Немножко пробежав, я решил присесть и отдохнуть. Но браслет не проведешь. Он понял, что я филоню, и ставит бег на паузу. Закончив тренировку в целых 3 минуты, можно посмотреть статистику. Но в реале я пришел на турничок и брусья, а то на жаре бегать как-то не очень. Да, можно выставить силовую тренировку и измерить пульс и время, если кому-то нужно. Я слушал музыку, переключал треки, время также можно видеть и можно смотреть в зависимости от пульса интенсивность тренировки и потраченные калории. Конечно последнее, это очень не точно. А вот насчет точности изомера пульса и кислорода, давайте проверим. Итак, берем пульсоксиметр, он точный, все проверено и наш браслет. Перед этим специально присел несколько раз, чтобы участить пульс и смотрим. Как видим, пульс показывает довольно точно, а вот насыщение кислородом крови врет, причем прилично на 3%. Браслет говорит, что нужно плотнее его прижимать. Я затянул ремешок вроде бы туго, но попробую вручную прижать чуть сильнее. И в таком случае ничего не получается, ни с пульсом, ни с кислородом. Так что прижимать вручную не вариант. Хорошо, я решил спокойно сесть и замерить 3 раза подряд, чтобы уже точно убедиться во всем. Давайте в реальном времени меряем. Кто не в курсе, это на пульсоксиметре уровень насыщения крови кислородом, а это удары сердца. На ми бэнд внизу удары сердца, вверху показывают насыщение кислородом. Итак, 96 показывает браслет, 98 на самом деле. Пульс же практически тоже совпадает, можно сказать. Два удара плюс-минус. Давайте еще раз, немного ускоряю процесс до конца. Смотрим, 93 врет браслет и скоро уже пора к врачу по сути. 97 на самом деле, аж 4% разница. Пульс нормально совпадает. Ну и третий раз, 98% на самом деле и 95 по версии бэнда. Пульс опять очень похоже, в два удара погрешность. И как итог, можно сказать, что пульс можно смотреть, кислород лучше не смотреть. Потому что врет, всегда занижая значение на 2-3, а то и даже 4%. Вот такой у нас браслет. Так что на кислород можно ориентироваться только приблизительно. И никогда не используйте подобные гаджеты, как медицинский прибор. По поводу зарядки. Во время нее можно активировать часы в горизонтальном положении. Удобно, если на тумбочке заряжать. Было 50%, я активно юзал его сутки. И стало 37%. Но вот у меня было включено все, что только можно для мониторинга сна. Например, качество сна. Но думаю, это все тоже приблизительные данные. Рекомендую это выключить, когда наиграетесь, если нужно сохранить заряд. 125 мА батарея, как и в прошлом. Мне пятого хватало на дней 14. 15 в шестерке, чуть больше экран и функционал. Потому думаю, дней 10-12 должен держать. И знаете, друзья, меня посетила мысль, что неплохо было бы сделать сравнение четвертого бэнда, пятого и шестого. Всех их можно без проблем купить и все они актуальны. Что же лучше взять и почему? Вот это будет в следующем видео. А цены на них в Украине и РФ. И сравнить все это дело вы спокойно можете по ссылкам в описании. И в целом, что мы имеем. Девайс, который всегда покажет время, вашу активность, посмотреть кто звонит, принять, отклонить или выключить звук звонка, почитать уведомления и сообщения, переключить треки, контролировать громкость, причем в YouTube тоже. Пользоваться таймерами, управлять камерой смартфона, ставить будильники, смотреть прогноз погоды, найти смартфон и многое-многое другое. Моя придирка пока что без кнопки не так удобна. А вот дисплей увеличили, это очень хорошо. Так что покупать можно, тем более цена уже падает. Обновлялся бы я, будь у меня пятерка, пока что нет. Но более подробно об этом я расскажу в сравнении четверки, пятерки и шестерки. Это следующее видео, так что не забудьте подписаться. А с вами был Андрей, канал Smart Plus. И всем пока.